Про таких, как Иван Иванович Котлер говорят, свою жизнь он положил на алтарь науки. Международные симпозиумы, встречи и постоянная работа над такой актуальной для современного общества темой, как права человека. Он заговорил о ней тогда, когда в Беларуси подобных научных трудов и вовсе не существовало. Создав свою правовую школу, объединив вокруг себя инициативных, творческих и очень образованных людей, Иван Иванович стал основоположником новой учебной дисциплины. Прошло много лет, а он все так же неутомим, полон идей и жажды изучать, творить, создавать. 52 года он написал свой первый учебник. И в течение следующих 20 лет написал более 20 учебников и провел более 10 семинаров, более 5 круглых столов. И одно только у него было направление. Это направление права человека в нашем государстве. Права человека обогащают личность, вдохновляют им, повышают уровень достоинства личности. Не может быть великих людей без обладания правами человека. Не может быть великих государств и народов без уважения этой проблемы прав человека. И если мы хотим числеть в нашей республике более величие сделать, то в том числе с условием соблюдения права человека. В 50 он издал свой первый учебник. Дальше год за годом на свет рождались новые научные сборники и монографии. Сегодня по ним учатся студенты не только Брестского Пушкинского университета, но и молодые люди из других регионов нашей страны. В свои 75 он также уверенно говорит с трибуны, высказывая новые предположения о формах реализации прав человека. Однако с трепетом в праздничный день получает поздравления. Специально к этому торжественному поводу была приурочена презентация сборника материалов семинара «70 лет ООН и пути дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между народами». Деятельность объединения тесно связана с темой, исследованию которой Иван Иванович посвятил много лет. 20 лет назад практически никто не занимался этой проблемой. Это была плоскость новизны. Я вошел в волну, как рыбак в воду и продолжаю в данном вопросе. К свои 75 Иван Иванович Котлер ставит перед участниками своего объединения, Белорусского представительства Международной организации прав человека, новые цели и задачи, что даст импульс для новых успехов и достижений. Огромный вклад в развитие прав человека как специфической области знания вносит семинары, коллоквиумы, встречи, конференции, которые Иван Иванович Котлер организует довольно часто. Сегодня он полон сил и энергии, однако на своем научном пути Иван Иванович ставит точку. Точку, чтобы после нее появилось новое предложение, которое начнется с большой буквы. Результат достаточно. Пусть другие уже продолжают. Я имею в виду, что под формой деятельности я имею другое. Другое. Я сосредоточусь больше по проблемам. Ну, скажем, я же руководитель правозащитной организации. Вот здесь я постараюсь ее, так сказать, поднять. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.